Всем выйти из сумрака. Еще в 2010 году правительство Чувашии заключило контракты на строительство более 200 объектов электрификации. Большая часть программы выполнена, но есть ряд населенных пунктов, куда свет так и не дошел. О том, кто виноват и как исправляют ситуацию, в репортаже Ольги Пырочкиной. От Чебоксар до деревни Ягудары всего 8 километров. Однако цивилизация сюда так и не дошла. Дома на этой улице стоят 20 лет. Все это время электричество люди добывали самостоятельно. Сети тянули кто как мог. Вот эти изношенные столбы народ сам протянул своими силами. Перебои отрываются, они уже тонкие, столбы падают. За магазином столб вообще на проводах висит. Ну электричество мы живем уже 3 года, я переехал с города жить. Вот как афганец построил дом, 19 лет дом строил. Переехал сюда жить. И что теперь вот эти 3 года мучаюсь. У меня тут и посуды мощная машина, и стиральная машина. Все у жены есть. Как в городе говорится. Света нет. 21 век. Столбы вон падают, смотрите. Я представитель говорю, смотрите, попадет столб на дерево, на ребенка, убьет. Это проблема. Машина там, машина еще сделает. А ребенка кто сделает? Свет в конце туннеля забрежил, когда деревня попала в программу электрификации. Однако подвел подрядчик. Контракт с недобросовестной организацией Министерства строительства Чувашии пришлось расторгать в судебном порядке. Заново проводить конкурс и выбирать нового исполнителя. В итоге работы, которые тянулись несколько лет, завершили в недельный срок. На улице Садовая в Ягударах поставили новые столбы, трансформаторную подстанцию, протянули линии. В этом году правительство, наше правительство выделило достаточно средств и за короткие средства, за пять дней построили, за неделю, короче говоря, построили. Линию вот этого, свет сейчас запустили уже. А эта деревня высела к лесной. Населенный пункт другой, а ситуация та же. Недобросовестный подрядчик. Вот этот объект мы через судебное решение выиграли и передали другому подрядчику. Вот он, нынче, обещается уже сдать этот объект. Что уже сделано? Сделано уже полностью на 90%. Столбы поставили, лампочки уличные поставили, счетчик поставили сейчас на улице освещения. Подстанцию зададут. Таких населенных пунктов, где работы пришлось доделывать в срочном порядке, по республике не один десяток. Проблемы в ходе реализации программы столкнулись с проблемой наличия недобросовестных подрядчиков. Таковых было четыре. По всем ним проведена претензионная судебная работа. Контракты эти расторгнуты. Вновь отторгованы в соответствии с требованиями. И работы продолжены. В этом году эти работы должны быть завершены. На сегодняшний день из 223 населенных пунктов работы ведутся в шести. На стадии завершения. С компаниями, которые аванс получили, а обязательств своих не выполнили, сейчас работают судебные приставы. Кроме того, их внесли в реестр недобросовестных поставщиков. В ближайшем будущем участвовать в муниципальных и государственных торгах они не смогут. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Продолжение следует...